В рамках единого информационного дня, который проходит в Чуваше регулярно, в том числе и в нашем городе, рабочая группа посетила Новочебоксарскую городскую больницу. Депутат Госсовета Чуваши Сергей Михеев, депутат Городского собрания депутатов Ольга Петрова и другие рассказали коллективу медицинского учреждения о мерах социальной поддержки граждан в 2016 году. С начала апреля в городе начался санитарно-экологический месячник по благоустройству. На сегодняшний день запланировано порядка 30 субботников по территориальной принадлежности, куда будут привлекаться депутаты Новочебоксарского городского собрания депутатов, неравнодушные жители, по территориальным общественным самоуправлениям. В апреле-майе проводится весенний этап «Дня дерева, посади дерево, сохрани его», в рамках которого запланировано проведение экологических месячников по посадке деревьев. Запланирована посадка 500 деревьев и более 1 тысячи кустарников. Одной из тем на повестке дня была подготовка города к празднованию 9 мая. На территории города Новочебоксарского у нас расположены и памятники, и обелиски. Сегодня идет благоустройство, и их приведение в порядок. Начинается мероприятие уже с 5 мая, раздача георгиевских лент. Основные события, конечно же, пройдут 8 и 9 мая. Мы всех приглашаем в 8 мая вечернее время на акту свеча памяти, на площадь Победы. О повышении пенсии по государственному пенсионному обеспечению рассказал начальник городского отделения Пенсионного фонда России Иван Леонтьев. Несмотря на непростое положение в экономике, государство все-таки нашло и имеет возможность выплачивать все пенсии своевременно. Причем независимо от того, что человек работает или не работает, пенсия не выплачивается. Здесь нужно сказать, что все-таки даже в благополучное советское время был такой подход к пенсионному обеспечению, когда пенсионеры ставились перед выбором либо продолжать трудовую деятельность, либо получать пенсию. На сегодня все-таки сохранили возможность получать и заработную плату, и пенсию. Также здесь говорилось о мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенний-летний период. Отметим, что в целях предупреждения и снижения количества пожаров на территории города профилактическими группами еженедельно проводится проверка жилого фонда. В рамках единого информдня рабочей группе медработники смогли задать вопросы.